Запад боится, Запад в панике, собирают неочередную встречу лидеров стран НАТО, потому что нужно срочно искать ответ, как выжить, потому что на геополитическую арену выходит новый союз России и КНДР. Россиян можно поздравить, Владимир Путин нашел им новых братьев, новый братский народ. Передаю от корейского народа теплый братский привет российскому народу. Российская пропаганда и российские информационные преступники были подняты по тревоге и все отправлены на Дальний Восток. Все они вылизывали с разных ракурсов. Кима, Ким Чин Ина, они его вылизывали настолько тщательно, что если так будет продолжаться, то с большой вероятностью товарищ Ким сможет возглавить Российскую Федерацию. Ведь они так похожи. Два одиночества. Ну и герой сегодняшнего дня в самом деле Евгений Попов. Жень, как дела, как день прошел? Где Путин, где Ким, чем занимаются? Подходы Северной Кореи к жизни пока не заполонили Россию. Но мы об этом узнаем, когда это произойдет, потому что за эти слова Оли Скобеевой Женю Попова должны были публично расстрелять. Потому что герой может быть один. И это даже не Владимир Путин. Российские чиновники так увлеклись заглядыванием в место ниже спины Ким Чин Ину, что даже забыли о том, что накануне в Севастополе была массовая обововна. Вы представляете, вся российская вот эта вот сфора пропагандистов почему-то проигнорировали тот факт, что мы вчера сожгли в сухом доке большой десантный корабль «Минск» и дизельную подводную лодку «Ростов-на-Дону». Никто об этом не вспомнил. Вообще ни одного слова. Совпадения не думаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Хотя был один человек в студии Ольки Скобеевой, который намекал на то, что с дизельной подводной лодкой можно поступить теперь очень экстравагантно. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Ким Чин Ын» безусловно не получит. А вот многоцелевую атомную подводную лодку запросто. Тем более у нас такой опыт есть. Мы передавали Индии, например, многоцелевые подводные лодки 971-го проекта. Надо же как-то усиливать военно-техническое сотрудничество. С чего-то нужно начинать. Как-то нужно расплатиться за артиллерийские боеприпасы и ракеты КРСЗО, которые поставляются уже полтора месяца российским нацистам. Для начала можно передать Северной Корее подводную лодку «Ростов-на-Дону». Не благодарите за такое хитрое и правильное решение. Значит, они вылизывали Ким Чин Ына. В прямом смысле этого слова Оля в данном случае большой специалист. За общением лидеров с глазу на глаз последовал торжественный обед, а принимать и почивать у нас в стране, конечно, умеют на высшем уровне. К столу в честь званого гостя подали пельмени с камчатским крабом, осетрыну с грибами, картофелем, антрикот из мраморной говядины, с запеченными овощами, салат из утки с инжиром и нектаринами. Предусмотрен был и десерт брусника «Таежная» с кедровыми орешками и сгущенным молоком. В общем, не Макдональдс, где киевские бандеровцы кормили своего Блинкина. Оля играет на контрастах, хочет показать широкую русскую душу. Души у них нет, потому что в своей массе это российские твари, российские нацисты, которым настолько нужны боеприпасы, что они прогибаются публично под кинчем Ина. И выглядит это так себе. Но когда мы слышим вот этот вот список, меню, чем потчевали диктаторы друг друга, возможно, кормили друг друга с ложечкой, и вот этот вот торжественный голос Оли Скобеевой, мне кажется, я где-то это уже слышал. Было меню, что-то подобное. Ну, целый распорядок дня. Приказ министра обороны Шойгу, 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это дата. С датой вторжения мы определились уже давно, 24 февраля 2022 года. И что-то все-таки изменилось за это время. Ну, то есть Олька настолько бодрая, насколько может. Работает она на все 100 и полтора года назад, и сейчас. Элитная российская нацистка. Но вот Шойгу как-то, как-то сдал. Какие-то странные вопросы, в принципе, ему задают. В то время, когда товарищ Ким Чин Ин приехал в Россию, российским высшим должностным лицам задают странный вопрос. Нет. Жене все-таки придется расстрелять. Победим. Кажется, тувинский дегенерат что-то подозревает. Сама моторик, вот этот вот жест подбитого стерха говорит о том, что, ну да, конечно же, там российская медиа Балидота неоднократно рассказывала, какие яркие и мощные 600-миллиметровые реактивные системы залпового огня есть в составе северокорейской армии. Как здорово было бы этим всем убивать украинцев. Но что-то такое впечатление, что, ну, этот парад в КНДР, и то, что они там тягают на параде, едва ли может стать этой решительной каплей в войне с западным империализмом, ну и убийством украинцев. Значит, Ким Чин Ин в России, а Женя Попов пристает ко всем и задает один вопрос. Победим ли мы в войне с Украиной? Если ты российский нацист, на всю Россию ставишь этот вопрос, значит, что? Ты не уверен? А все почему? Потому что российские солдаты массово умирают на украинской земле. И недавно там же Владивосток слышал ответ Владимира Маньяка Путина на вопрос, будет ли мобилизация. Растекался по древу, угрожал ударами по украинским атомным объектам, но на главный вопрос таки не ответил. Это был не наш выбор, это был выбор наших западных бывших партнеров, и они активнейшим образом, не стесняясь, используют все возможные способы для того, чтобы из Украины сделать инструмент нанесения нам поражения. Вот из этого нужно исходить, когда оцениваем любые процессы на международной арене. Победим? Другого у нас. Сразу видно, что Сергей Викторович Риббентроп, человек опытный, он, чтобы не делать вот этот вот жест подбитого стерха, просто спрятал руки в карманы и держится за... Что-то можно держаться в кармане, я не знаю, скрепку, ну, или что-то другое. Бог с ним. Значит, обставлено все было таким образом, что Россия получила такого союзника, что теперь, ой-ой-ой-ой-ой-ой, американцы будут плакать и просить пощады. И Джозеф тоже. Потому что мы теперь видим, что российский вот этот вот петух на гербе, он перерастает еще одной головой. Такой тренверат. И вот новой, обновленной, не союзнической, но более, может быть, даже жесткой системой, альтернативной американской системы безопасности России, Китая, Северной Калины. И вот суммируя, как бы завершая вот этот обзор, я хочу сказать одну очень важную вещь. То есть вот мы говорим и о визите Ким Чен Ина, и о позиции Китая, и, значит, о новых проектах. Знаете, возникает образ, как бы, такой, знаете, удивительного смешения, ну, конечно, российского, российской военной мощи, куража, северокорейской упертости, твердости, мужества и китайской, ну, такой, экономической силы, определенного прагматизма. И вот эта смесь из трех этих вещей дает такой мощный напиток, такую горячую смесь, которая сметет любых врагов. Очень убедительно. Вот просто такой коктейль. Смузи, который я выдал на гора Ким Чен Ин. Почему-то вспомнил украинскую рекламу «Я люблю тверди». Ну, моя цена в Азии – макароны, пасту. Так вот, россиян приучают, что они должны любить твердый Ким Чен Ина. Ну, а Владимир Владимирович Манечелло, естественно, поделился самым главным. Главное, на самом-то деле, все очень просто. Будут ли боеприпасы, переданные российской армии в большем объеме? То, что они передают, кстати, низкого качества. Мы, между прочим, северокорейские боеприпасы тоже отстреливали. Не надо спрашивать, откуда они у нас взялись. Но наши артиллеристы говорят, что это редкостное говно. Никогда точно не знаешь, где оно взорвется. А если не взорвется на пусковой или в стволе, то куда оно полетит? Возможность просто работать на равных. И здесь перспективы неплохие. Вы ни слова не сказали о военно-техническом сотрудничестве. Ну, есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает. Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить. Мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия, страна самодостаточная. Но на Украинском фронте потеряно просто такое количество боеприпасов и военной техники, что нужно встать на колени. И, судя по мемам, как сидел Владимир Путин и, соответственно, Ким Чен Ын, то кормил в данном случае Володю непосредственно молодой и поджарый северокорейский лидер, который так похож на молодого Путина и может стать президентом Российской Федерации. Что они просили? У Ким Чен Ына все, как всегда, сдал Женя Попов. Я вот серьезно вам говорю, они его потом грохнут за раскрытие государственных секретов. Заголовки, просто шум, сенсация вокруг этих переговоров, просто невероятная суматоха. То северокорейцы солдат разместят на границе с Украиной, то снаряды Ким Чен Ын чуть ли не в поезде привез, что-либо подобное. Соответствовали эти переговоры этим заголовкам? Там на Западе и в правительствах, и в средствах массовой информации большие фантазеры, но мы руководствуемся фактами, когда оцениваем деятельность Запада на международной арене. И совершенно очевидным фактом является то, что Запад, не скрывая этого, объявил нам войну на стратегическое поражение, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение на поле боя. Согласитесь, если бы на Западе написали бы глупость, то зачем об этом спрашивать? Даст ли Ким Чен Ын Путину солдат? У них почему-то на северокорейских товарищей большие надежды. Они почему-то считают, что северокорейцы должны воевать вместо российских собачка-свинка-триколор. Но Россия большая! И пока отряды Кима доедут до Украины, мне кажется, у них будет масса возможностей выйти с этого поезда, но и оселиться где-то в средней полосе России или, может быть, за Уралом. В любом случае, это же не северокорейский концлагерь. Хотя, если учесть, что Ким может быть коронован в России, то все быстро изменится. Россиян приучают к тому, что они опущенные. И это интересно. Значит, естественно, никаких северокорейских добровольцев нет и не будет. Или все-таки будут? Где надежда Мордора? По поводу вооружений. Столько мифов и фейков. Вся западная пресса только об этом сейчас и говорит. Пишут даже о размещении чуть ли не 100 тысяч северокорейских солдат на границе с Украиной. Что-либо подобное. Как-либо лидеры касались подобных вопросов? Нет, никак не касались. Как известно, Дмитрий Песков никогда не врет. Он просто несет пургу. По крайней мере, об этом говорит Владимир Путин. Заметьте, как они это все подают. Они это подают, что вот. А пу или иня с кимчин ином утерли нос Украине. Мол, вот у Украины. Там какие-то американцы в качестве союзников. А у нас? У нас ого-го. У нас с кимчин ин. В общем, переговоры Путина и Кима сегодня на всех первых полосах всех мировых СМИ следили за каждым шагом, за каждым словом. Союз с кимчин ином и Путина может стать грозной силой. Я не просто так вам раскрыл инсайт, что в рамках этого мощного, зарождающегося союза российских нацистов, и северокорейских маньяков, будет передан подводный човен Ростов-на-Дону. Он там в Севастополе, но в принципе, если его аккуратненько распилить, уложить на платформы, то можно отправить. И через 10 тысяч километров он обязательно пересечет российско-северокорейскую границу. Они, между прочим, соседи. Так, на секундочку. Освященную борьбу для защиты своего суверенитета и дал понять, что наша страна в своей борьбе со спорящим зла не одинока. Как выразился Ким, КНДР всегда рядом в борьбе против империализма. Слова Кима подтверждает и состав его делегации, в которой помимо главы МИД и высших должностных лиц Трудовой партии КНДР присутствовали маршал сухопутных войск Пак Чен Чхон, министр обороны Кан Су-Нан. К слову, в нашей делегации был министр Шайгу. Оля, при виде этих северокорейских мужчин в фуражках с формой аэродрома или, соответственно, авианосца, начинает ерзать и понимает, что эти парни могли бы стать прекрасной заменой их тувинскому дегенерату, министру обороны. Оля тоже молодец. Оля, на самом-то деле, чем она занимается все это время? Она просится в вагон Ким Чин Ина, который, возможно, прямо сейчас едет где-то из Дальнего Востока в Москву, чтобы взять власть. Ехать будет долго. Поезд забронирован, поэтому двигаться быстро он не способен. Максимальная предельная скорость 50 км в час, когда именно Ким окажется в... По северокорейским нормам придется расстрелять и Олю Скобееву. Почему? Потому что она открыла важный военный секрет. Скорость движения российского, будущем российского, пока северокорейского поезда. То есть этот бронепоезд на глазах удлиняется и становится мощнее. Владимир Путин может только завидовать. Ну, естественно, чтобы разобраться, что же там произошло в связи с визитом Кима, нужно обратиться к генералу Боярышнику, потому что он все очень четко определил. Действительно, Запад трепещет. Генералы Ким Чен Ына берут все в свои руки. И если говорить по-простому, то все, наверное, полтора года с начала специальной военной операции с противостоянием Соединенных Штатов Америки и их сателлитами, мы шли по сценарию Соединенных Штатов Америки. Они наращивали поставки оружия, они диктовали условия, начиналось все с касок, с бронежилетов, закончилось в Штормшеду, и рассматривается возможность поставки атакам. А сегодня не просто шаг, а мат. Мат. Сегодня Россия диктует условия дальнейшего продолжения всей этой истории. И встреча, наверное, с северо-корейским лидером это ключевой момент, переломный момент именно этого противостояния. Конечно, без Кима не сдюжить. Предельно понятно, что не нам надо отвечать, а американцам сегодня предельно надо думать, что же делать дальше и как поставлять оружие, в том числе и на Украину. И кто не думает, что вот этот визит не связан с Украиной, он напрямую, целиком, полностью с ней связан. И вот этот момент у ключевой. Ребята, вы хотите поставить атакам? Ну тогда получите ядерную угрозу чисто по территории Соединенных Штатов Америки. Это то, о чем мы говорили давным-давно, что только при прямой угрозе территории Соединенных Штатов Америки наконец-то руководство Соединенных Штатов мы не берем самоходного деда, там есть за кулиси, который это дело работает. Задумается о том, что ребята, пора что-то делать дальше. Остался один вопрос для умных. Почему Россия, которая тоже обладает ядерной бомбой, должна рассчитывать только на ядерную елду Ким Чин Ина? Что же со своей елдой? Каждый из российских зрителей смотрит и думает. И моделирует свою жизнь в КНДР, которая расширится до размеров Российской Федерации. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите в комментариях ваше мнение, насколько удачно они вылезали Владимира Путина, а простите, Ким Чин Ина, семья Скобеевых, как всегда на высоте, они старались. Им это не поможет. Им это не поможет. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на канал. Украина была в Е и Буде. До побачення. Наши... Пока еще дикие соседи, которые нашли себе северокорейских братьев. Бу-га-га. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова